По информации Государственного казначейской службы, в Украине аккумулировано достаточно много денег по субвенции 2020 года. В частности, у нас в Одессе аккумулировано 81 миллион 400, почти 17 тысяч гривен. Интересует, куда будут распределены эти деньги и как это будет происходить? Спасибо за вопрос. Он очень интересует сейчас многих. И большой был резонанс в Украине после публикации Министерства финансов по информации Государственной казначейской службы. Более 7 миллиардов осталось и не распределено. Давайте начнем с того, что это за 81 миллион. В прошлом году мы работали в условиях адаптивного карантина и достаточно большое количество услуг, которые предоставляются образованием и оплачиваются из государственной субвенции, дистанционно проводиться не могут. Это остатки заработной платы. В 2020 году тратить эти деньги можно было только на заработную плату. То есть у нас не могло не остаться средств, грубо говоря. Не предоставляем услуги, сохраняем средства. Они аккумулируются на счетах департамента образования. В Одессе, в городе Одессы на сегодня нет нераспределенных. У нас цифра в табличке нашего казначейства ноль. То есть весь 81 миллион распределен на нужды образования. Большая часть этих средств, более половины, на заработную плату. То есть у нас увеличилось количество групп, классов, и мы, естественно, требуем большего количества средств. Достаточно серьезные средства – это пожарная безопасность, это пищеблоки и кабинеты физики, химии и географии. Отдельно хочу сказать, что тратить в 2021 году остатки тоже можно исключительно по постанове, которое регламентирует несколько направлений. Из них мы выбрали самые актуальные для Одессы. Еще одно, наверное, которое важно, нужно назвать – это туалетные комнаты. В тех школах, где есть дети с особыми потребностями, и они вошли в мой отчет, были на фотографиях. Это туалеты для детей, которые нуждаются в таких туалетах. Поэтому на данный момент, уже на сегодня, ни одной копейки данных средств, нераспределенных в Одессе, нет. Спасибо большое. Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что по объективным абсолютно причинам мы не успеем приобрести парты в первые классы по программе НУШ. По срокам приблизительно вы планируете, когда они будут? По тендерным документациям нашей до 31 октября. Но это реальные сроки, когда поставщики могут сделать и привезти. Спасибо большое. И вот еще один важный вопрос. Очень много у меня родителей спрашивают, за чей счет происходит финансирование медпунктов в школах и садах? Приобретение медикаментов осуществляется за счет городского бюджета. Есть медицинские пункты, и это должно быть четко видно и прозрачно для родителей, которые закупают медикаменты, которых нет в обязательном перечне. Это может быть связано с различными причинами. Кто-то считает нужным держать у себя запас перевязочных материалов, кто-то еще чего-то. И в таких ситуациях они могут использовать средства благотворительного фонда. Но необходимый минимум, который есть в перечне... Он прописан, да? Да, он прописан. Он приобретается за счет города. На превеликий жаль я вимушена сказати відверто, що программа електронного підручника сьогодні зведена до PDF-версії, які є у вільному доступі, тому що нова вимога – це погодження використання кожної книжки. Раніше платфорами було, а тепер кожну книгу необхідно отримати відповідну ліцензію. І жоден з постачальників даної послуги сьогодні не готовий надати таку. Бо це 800-900 экземплярів. Це фізично неможливо. Тому ми сьогодні радимо використовувати PDF-версії. Це, звичайно, не так зручно. І Сергій Миколаевич Тетюхін може про це детально розповісти. Це абсолютно інший формат. Це просто, коли потрібно гортати сторінки вручну, це дітям незручно виконувати завдання. Також неможливо, на відміну від тих підручників, які ми використовуємо.